Средняя эйфорическая, средняя эйфорическая в Москве выступили Джангл Газета «Коммерсант» номер 16 от 30 января 2019 года Строение 11 в столичном главклубе в рамках тура в поддержку нового альбома «For Ever» Выступила британская группа Джангл Рассказывает Борис Барабанов Сегодня понедельник, вы сумасшедшие Первое, что сказали музыканты, увидев полный зал Понедельник считается мертвым днем для концертов Но не это, ни рекордные снегопады публику не остановили Хотя речь идет о группе, которую вроде бы сверхпопулярной не назовешь У англичан Джангл Вышло всего два альбома, причем с приличной паузой Четыре года По нынешним временам, если сумел привлечь к себе внимание дебютом Железо нужно ковать бесперебойно У музыкантов Джангл В эти четыре года было много гастролей и много работы на стороне Например в гастрольном составе российской певицы Зимфиры Рамазановой А вот темы для новых песен приходили медленно В конце концов главным стимулом, как всегда, стала личная жизнь Расставание с возлюбленными заставили лидеров группы Тома Макфорланда и Джошу Ллойда Уатсона вернуться в студию Получившийся альбом For Ever 2018 Не превзошел результатов дебютного юнгле 2014 Но смог все же попасть на последнее место лучшей британской десятки В юнгле было достаточно раскрученных хитов, чтобы группа гастролировала без перерыва А альбом For Ever напомнил о группе тем, кто отвлекся на более актуальных артистов Полный зал стал неожиданностью и для организаторов московского концерта, компании PopFan Будучи последовательными пропагандистами актуальной английской музыки, они везли Jungle В Россию во многом из просветительских побуждений, но в итоге сорвали джек-под На концерт явился весь цвет отечественной инди-сцены Все журналисты, следящие за трендами, также значились в списках аккредитованной прессы Возможно, дело в том, что это был попросту первый значимый гастрольный проект в Новом году в Москве А по классным гастролерам люди соскучились За несколько минут до начала концерта в Вип-ложу прошел Владислав Сурков Помощник президента России давно известен своей любовью к рок-музыке Вместе с Вадимом Самойловым, экс-Агата Кристи, он писал тексты для проекта «Полуострова», тесно общался с Борисом Гребенщиковым А в 2017 году вдруг обнаружил предметное знакомство с американской тяжелой музыкой, опубликовав на сайте канала Russia Today полемическую колонку, в которой отталкивался от текстов группы Но интерес политика к группе Скорее, удивляет Все комментаторы как один называют ее музыку легкой и летней Корреспондент Твердый Знак впервые увидел их на сцене в 2014 году и назвал тогда в репортаже суетливыми английскими новичками Уже тогда ему бы в голову не пришло назвать их музыку роком Jungle Играют нечто среднее между неосаулом, фанком и диско Это развлекательная музыка, как будто бы лишенная какого-либо намека на полемику или конфликт В глав клубе Jungle Обозначили прогресс в концертной работе по сравнению с турне в поддержку дебютного альбома На сцене музыкантов по-прежнему много В центре композиции, как и раньше, были Том Макфарланд и Джош Ллойд Уотсон с синтезаторами Ощущение беззаботной вечеринки создавали латиноамериканская перкуссия и партии ослепительной бэк-вокалистки Руди Салмон Высокие тем брусалистов вызывали ассоциации с P.E.G.S. А яркая внешность Руди Салмон напоминала о лучших временах Caesar Sisters Сыханой матроник Однако если Caesar Sisters Прямые наследники диска-эпохи, то Jungle Сознательно избегают полного слияния с диска Использование фанковых ритмов и примесь психоделики переводили концерт appelle Jungle В несколько иное измерение, нежели танцы под прямую бочку Реакция московской аудитории была восторженной И при этом было видно, что люди слышат в этой музыке не только дискотечный ритм, но и эйфорические мотивы, напоминающие об Arcade Fire и отголоске подпольных ревов. И все же движения зрителей не были синхронны. Скорее уж каждый исполнял собственный танец, импульсом к которому была, в общем-то, довольно однообразная музыка англичан в белых одеждах.